Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Продолжаем наблюдать за теми событиями, которые разворачиваются на финансовых рынках. Очередная неделя, но не вполне, скажем так, очередной новостной фон, поскольку те релизы, на которые мы ориентируемся в ходе текущих пяти дней, это серьезные фундаментальные события. В частности, заседание американского регулятора мы с вами ждем уже несколько месяцев, именно июньского заседания, поскольку оно должно стать тем самым, когда регулятор пойдет на долгожданное повышение процентных оставок. Будучи верными трейдерами в отношении ранее уже сформированного такого обстоятельного прогноза, почему доллар должен расти, мы, конечно же, я и многие, кто присоединяется к моей позиции, все-таки искренне надеяться на то, что в эту среду, когда будут подведены итоги двухдневного заседания американского регулятора, обойдется без сюрпризов, ставка будет повышена, я в этом практически не сомневаюсь. Но еще волнует такой момент, чтобы обошлось без сюрпризов в плане реакции доллара, потому что доллар, конечно же, может и показать совершенно не то движение, на которое мы настраиваемся потом. Конечно же, это движение, наверное, можно будет чем-то объяснить, но все-таки хочется увидеть логичную реакцию на факт ужесточения монетарной политики, тем более тогда, когда американец против иены, это традиционная валютная пара, которую мы используем, чтобы отыгрывать новостной фон по штатам, доллар и японская иена находятся на скромных значениях сейчас. Ну что такое 110 иен против доллара? Даже до того, как мы с вами активно стали обсуждать предстоящие изменения монетарной политики, до того, как мы переключились на ФРС, спекулировали на реформах Трампа, долгожданных, налоговых, здравоохранения, увеличения бюджетных трат, в принципе, пока еще ничего не реализовано, мы видели, как пара котировалась гораздо выше текущих значений. Поэтому, друзья, нам остается только все-таки верить, что в эту среду мы увидим то движение, на которое настраивались очень давно. Не хочется, конечно же, каркать, не хочется сглазить этот предстоящий тренд, но я надеюсь, что мы увидим рост, который нужен по этой валютной паре, потому что хочется получить свой такой же, как и долгожданный, как и событие, профит. Ну, о долларе мы, безусловно, поговорим сегодня и завтра еще перед самим заседанием американского регулятора. Давайте по порядку. У нас с нефтью снова есть о чем поговорить. Хай вчерашнего дня 49.14. Когда мы проводили вчерашний брифинг, вы видели, как спрос был на нефть, котировки шагали вверх, вроде бы как даже предприняли попытку снова подобраться к 50 долларам за баррель по бренту. Кстати, локальный хай оказался недалеко от этой хапланки 49.14, но под конец дня, прям незадолго до закрытия торговой сессии, последовал разворот, и мы снова ушли вниз в район 48.20. То есть с локального хая брент потерял около 1 доллара. Учитывая текущее значение, можно сказать, что в процентном выражении это около 2,5%. Ну, конечно же, очень много. Сейчас в центре внимания трейдеров остаются предстоящие отчеты по запасам нефти. Это сегодняшние отчеты в 20-30 по московскому времени от Американского института нефти. Следом выходят данные по запасам нефти и объемам добычи от Министерства энергии при США. Помимо этого трейдеры еще ждут несколько докладов традиционных. Это доклад ОПЕК, ближнего источного картеля, тоже по объемам добычи, и доклад Международного энергетического агентства, который тоже очень важен для того, чтобы оценить, опять же, долгосрочные ожидания ведущих ведомств того, что может произойти с нефтью. Почему после локального интереса к нефти мы увидели все-таки закрытие актива на отрицательной территории? Почему по-прежнему продолжили доминировать в Мегриде, не позволив ОПЕК еще пару торговых сессий претендовать на более высокие ценовые значения? Дело в том, что, друзья, вчера под закрытие дня вышел отчет от администрации аналитической информации США. Этот отчет публикует статистику по ожиданиям, планам, прогнозам относительно сланцевой добычи нефти в Штатах. Так вот, согласно прогнозу, который мы видели вчера, ожидается, что в следующем месяце в Штатах объем сланцевой добычи повысится на 128 тысяч баррелей, доведя общий показатель от сланцевого производства до 5,47 миллионов. В этом месяце ожидается рост также сланцевой добычи на 114 тысяч. Какие выводы мы можем сделать из-за столь серьезных ожиданий по увеличению выработки? Ну, то, что мы шагаем уже такими серьезными, размашистыми шагами, простите за тавтологию, по в плане увеличения производства больше 100 тысяч, получается, что прогноз и наш с вами, еще прогноз растет энергии в 10 миллионов до конца этого года, не просто реальный, он абсолютно осуществим, потому что до конца года остается 6 полноценных месяцев, до этой планки как раз 550-600 тысяч баррелей необходимо в Штатах еще поднять по добыче. Я думаю, что прогнозы администрации энергетической информации будут еще пересматриваться, поскольку тренд из последних 3-4 релизов, которые я помню, которые я анализировал вместе с вами, мы помним, что там цифры выходили на довольно высоких значениях, они, в принципе, были оправданы. А поскольку мы имеем возможность не только дожидаться, скажем, вот этих ежемесячных отчетов, мы можем в формате недели формировать свои ожидания по тому, сколько нефти добывается, благодаря отчетам по запасам, благодаря отчетам естественной энергетики по объему добычи, благодаря отчету Бейкер-Хьюз, мы сами можем прийти к выводу о том, что тренд увеличения и роста динамики нефтевыработки, он сохранится и дальше. Я напоминаю, что по последним данным Бейкер-Хьюз в прошлой неделе стало 21 недели подряд, когда количество терминалов увеличилось, и сейчас их уже 741 единица, плюс 8 штук. Мы помним еще и статистику по запасам нефти, которые, вопреки ожиданиям, выросли и прервали циклы за 8 недель подряд, когда запасы снижались. И рост запасов напомнил нам или дал возможность сделать вывод о том, что на внутреннем рынке США есть определенные проблемы со спросом. И если это не разовая, скажем, проблема, не разовый недельный инцидент, мы сможем наблюдать формирование новых тенденций. Тенденции того, что запасы продолжат и дальше увеличиваться со всеми вытекающими отсюда последствиями. После того, как очередной раз мы обратили внимание на сохраняющиеся высокие темпы роста нефтедобычи, собственно, после решения ОПЕК, который, как мы знаем, уже ни к чему не приведет, даже то, что продлили его не на 6, а на 9 месяцев по ограничению добычи нефтепроизводства, многие инвестиционные банки пересмотрели свои прогнозы по нефти. Я об этом также говорил, вот последние данные по UBS, они скорректировали свой прогноз аж на 7% по WSI и ожидают то, что котировки могут снизиться в район 50 долларов за бар. Но это еще высокие цены, я думаю, то, что нужно будет пересматривать еще сильнее. Хотя UBS, они очень быстро меняют свои прогнозы, я не удивлюсь, потому что в следующем месяце планка будет уже гораздо ниже. У нас, друзья, остается еще ОПЕК, у нас остается еще Международное инвестиционное агентство, это отчеты предстоящих двух дней. Я обязательно поищу информацию, я обязательно приведу вам конкретные цифры того, какие ориентиры там обозначены, то есть вы будете в курсе и этих предстоящих важных, на мой взгляд, докладов. Но я заранее считаю то, что мы можем не сомневаться, медвежий тренд будет продолжен, и эти релизы только его усилят. Также не забывайте, друзья, что сегодня из локальных отчетов, поскольку вторник на повестке 23.30, статистика по IP, посмотрим, какие цифры будут там. В прошлый раз, на прошлой неделе этот отчет повлиял, ну пусть не сильно, но все-таки сказался о динамике нефти. Большая, конечно же, отдача у нас будет ожидаема от Министерства энергетики, то есть отчета завтрашнего дня. Но можем, в принципе, поспекулировать на ожиданиях. В целом, снижаемся дальше по бренду. Наша следующая цель 45 долларов за баррель. Насколько бы крута она ни казалась, я уверен, что очень быстро мы до этого уровня дойдем. Рубль 57. Российская валюта против американца замерла буквально на одном значении. Волатильность никакая. Возможно, нужен дополнительный триггер. Уж не знаю, если и цены так не оказывают влияние на российскую валюту. Что нужно? Может быть, каким-то чудом этот аппарат реагирует на решение по ставке ФРС. Может быть, для российского рубля в плане ценовых значений нужны котировки ниже тех, которые мы наблюдаем сейчас. В любом случае, пока что это все в конве ожиданий. То есть, это события, эти изменения должны произойти в ближайшие дни. Не отказываемся от того, что рубль все-таки вынужденно должен быть аутсайдером. Ну, как ни крути, это не валюта, которая отвечает за развитый рынок, это валюта, которая отвечает за развивающуюся площадку, очень сильно зависимую от ценовой кандидатуры на рынке черного, а золота. Доллар японская иена. Котировки на текущий момент, друзья, 110 вон, с минимумом, который был ниже 110, мы выбрались. Я думаю, что рост в порядке спекулятивных ожиданий, даже исходя из классической такой логики покупания на ожиданиях, продавая на фактах, хотя я думаю, что мы и на ожиданиях сможем покупать, и на фактах тоже, потому что впереди не простое заседание ФРС, а заседание, когда американский регулятор с вероятностью в 100% поднимет процентную ставку на 25 базисных пунктов. Напоминаю то, что предстоящие заседания ФРС, итоги, они интересны чем? Ну, не только даже процентной ставкой. Будут пересмотрены прогнозы по экономическому росту, по занятости, по инфляции. Будет определен вектор, или лучше сказать, даже траектория дальнейшего ужесточения монетарной политики. Будут даны намеки на то, сколько еще раз ставка может быть повышена до конца этого года. И, собственно, состоится пресс-конференция, где мы поищем дополнительные ответы на то, что можно ожидать от курса денежной политики США. Хотя от них можно теперь ожидать только ужесточение ее, и, соответственно, поддержки для доллара. Если мы сейчас посмотрим на то, что происходит с трежей, с американскими, это один из катеризаторов движения индекса, и, соответственно, пара доллара и японская иена. Ну, оттолкнулись мы от минимальных значений, но все равно они еще по доходности очень скромные. Я надеюсь, что в эту среду картина изменится, и мы сможем получить не просто какой-то сигнал того, что пара будет расти доллару для того, чтобы реализовать впоследствии еще и протестировать более высокое сопротивление. Нужен, конечно же, пинок. А более серьезного пинка сейчас, кроме как ужесточения политики, найти просто невозможно. Но мы не верим в чудеса, не верим в то, что в ближайшие дни Трамп анонсирует какой-либо из реформ, либо добавит конкретики на рынок. Это, конечно же, крайне маловероятно. Хотя вот главный казначей США, судя по последним комментариям вчерашним Стивен Мучин, по-прежнему искренне верит в то, что Штаты выйдут на экономический рост в 3% благодаря стимулирующим реформам Трампа. Хотя дальше слов пока дело не пошло. Мы не видим их реализации. Поэтому давайте довольствоваться тем, что есть. А есть у нас сейчас очень важный фундамент впереди по ставке. И пока что довольно спокойная, нейтральная ситуация, связанная с геополитическими рисками. Нету никаких инцидентов, из-за которых снова можно было бы с головой уходить в защиту ту же самую японскую иену. Если эта картина сохранится и дальше, не сменны. Тогда доллар и японская иена обязательно выстрелят. Дальше идем. Европейская валюта против доллара, друзья. Здесь мы видим сейчас котировки ниже отметки 1.12. Но все равно можно говорить, что пара котируется рядом с этим рубежом. Европейская валюта тоже нуждается в дополнительном катализаторе, триггере. Из позитивных факторов, которые отправили к локальным максимуму вчерашнего дня евро, это результаты первого тура парламентских выборов уже во Франции. Новая испеченная партия, именно ли Макрона, которая вперед партия, получила большинство, выиграла в первом туре парламентских выборов. Следующий тур состоится, получается, через неделю, воскресенье. Я думаю, что там тоже, наверное, без изменений сможет он осуществлять свое простое большинство и заручиться поддержкой на парламент уже в обоих палатах. Но, наверное, это уже полностью учтено в котировках евро. Высосать еще больше позитивов из этого фундамента не у ТАССа. И европейская валюта сейчас также будет постепенно смещаться на ориентиры действий ФРС. С одной стороны, это, безусловно, важный фактор. Но важность этому фактору и ожиданиям придает тот факт, что на прошлой неделе Европейский Центральный Банк подтвердил, что по-прежнему сохраняет приверженность сверхмягкой экономической политике. То есть, вы понимаете, я веду основу контрасту режимов, которые сейчас очевиден для регуляторов ЕЦБ и для ФРС. Мы должны неизбежно просто увидеть ослабление европейской валюте. Тем более, что обостряется ситуация вокруг Брекзита. Этот новостной фонд негативен не только для фунта, но и для всей еврозоны, для Брюсселя, для европейской валюты, которая отличается за этот регион. Я надеюсь, что евро будет потихоньку смещаться в район более низких ценовых значений и в ближайшее время позволит нам и каккосрочные ориентиры, и сбыча перевести в минвежие. Пока что цели, собственно, среднедлагосрочные вниз, каккосрочные. Пока пара держится рядом с отметкой 1.12, я думаю, что есть еще потенциал входа наверх. Фунт против доллара. Друзья, здесь давайте чуть подробнее остановимся, поскольку мы наблюдаем в прямом смысле, как перед нашими глазами вершится история. Это стало, скажем, началом этого еще, собственно, решения по Брекзиту, и мы осознали то, что теперь целостность Европейского Союза под ударом, в целом Англия покинула Европейский Союз, но мы продолжаем наблюдать, как случаются вот эти беспрецедентные события даже на старом фундаменте. Вот прошли парламентские выборы в Англии. Соответственно, эти парламентские выборы были инициированы Терезой Мэй. Вы помните, что Тереза Мэй досрочно решила их провести, потому что не сомневалась в том, что правящая партия консерваторов, ее партия, ее, собственно, однопартийцы, получит простое и необходимое большинство, и на это большинство она сможет опираться как поддержку парламента. То есть парламент будет с выраженным лидером, Тереза Мэй с необходимой поддержкой. И, соответственно, в такой коалиции уже можно будет вступить в процесс переговоров по Брекзиту, которые, как было отмечено еще Дэвисом, а в ходе этого чиновника, который, в принципе, отвечает за процедуру Брекзита, начнется по планам, по ранее установленным срокам 19 июня, то есть получается уже на следующей неделе. Но выборы прошли. И что же мы получили по факту этих выборов? То, что партия консерваторов не получила большинство. Это действительно беспрецедент, конечно же, случай. То есть Тереза Мэй не получила то, на что рассчитывала. Фактически она, собственно, ручно наломала дров. И что сейчас усугубляет эту картину? Почему после итогов парламентских выборов мы, понятное дело, в моменте, когда осознали, что парламент в подвешенном состоянии без выраженной лидирующей партии фунта повалился, но вчера тоже на британскую валюту было оказано очень серьезное давление. Оно связано с тем, что за даже несколько столетий произошел беспрецедентный случай, касающийся того, что Елизавета II, королева, которая должна была начать первую пленарную сессию после проведенных парламентских выборов, сообщила о том, что откладывает свою вступительную речь. И это, на самом деле, традиция. Это необходимо было сделать. А с этого начинается, собственно, новый цикл, нового вектора политического после парламентских выборов. И это очень пышная церемония, когда королева выезжает из Букингенского двора, отправляется на карете Палату Уордов, заходит, там ждут уже все парламентарии и начинает зачитывать документы. Это дорожная карта, план тех преобразований, тех реформ, новаторств, которые будут реализованы во главе с текущим премьер-министром. И, соответственно, после того, как это происходит, начинается процесс голосования парламентария. Согласны они, либо не согласны. И если случается так, что... Ну, я чисто не припомню, даже по истории, когда такое было. Если они не согласны, то это не просто, скажем, необходимости пересмотреть какие-то положения, либо внести корректировки в текущие планы. Это самый настоящий кризис легитимности. И вот он, недоверие к текущему правительству и премьер-министру. Это, по сути, смена власти на самом верху. И консерваторы понимают то, что если бы сейчас это произошло, то есть если бы в соответствии с назначенными сроками королева выступила в парламенте и обозначила вот эти реформы преобразований, и эти реформы бы не были поддержаны, то, соответственно, Тереза Мэй решилась бы своего поста. Этого сейчас, конечно же, хотят немногие. Поэтому решили взять небольшую паузу. Нам, конечно же, это официально не сообщается в таком ключе, но я думаю, что мы все можем делать правильные выводы. Я уверен, что причина, по которой королева отложила свою вступительную речь, это как раз решение консерваторов сейчас попробовать прыгнуть выше головы и договориться с прочими политическими силами, которые так же, как и консерваторы, не получили необходимого простого большинства, и сформировать уже коалиционное правительство. И уже с этим коалиционным правительством голосовать за те преобразования, которые анонсирует королева. Друзья, это очень интересная тема. Я думаю, что вы понимаете, чем это чревато. Если процесс затянется, значит, нету действительно этого большинства, значит, есть риски того, что план не будет одобрен, есть риски того, что Тереза Мэй лишится своего поста. Если это произойдет, то британская валюта не просто вернется к отметке 1.25, мы увидим снижение, примерно свойственное с тем, которое наблюдали после, ну, практически, может быть, не в таком выраженном ключе, после референдума. Это потенциальные потери больше полтысячи пунктов. К этому, друзья, нужно быть готовы. Если это случится внезапно, в моменте сконтролировать риски будет очень трудно, поэтому я советую заранее, как бы, закладываться под это событие и в большей степени рассчитывать на реализацию негативного сценария. Негативного сценария – это ослабление британца. То есть тот самый посыл, та рекомендация, которую я давал вам еще несколько месяцев назад. То, что фунт нужно преимущественно солить, скажем так. И надеюсь, что вы пока придерживаетесь таких же взглядов. Ну, друзья, давайте тогда на этом остановимся, поскольку основной фон я сейчас вам обозначил, самое интересное событие из того, что у нас впереди сегодня, точнее, это в 11.30 статистика по инфляции в Англии, в 12.00 – это индекс бизнес-оптимизма в Германии, и в 23.30 – это статистика API. Не думаю, что эти отчеты будут иметь какое-то отражение в динамике инструментов, за которые они отвечают. Ну, за исключением, что фунта. Но сейчас очень трудно будет сказать, что на фунт оказывает больше влияния – рядовая статистика, либо все-таки тот новостной фон, который я вам озвучил, и все риски, которые вытекают из этого. Но в любом случае, сегодня, давайте, через час 45 уже статистика выйдет. Я не сомневаюсь в том, что индекс потребительских цен снова укажет на рост, и можно будет говорить о еще одной преграде, проблеме для будущих темпов экономического восстановления. И надеюсь, что в рамках этой недели мы сможем с вами добраться до поддержки 1.25. Друзья, на этом, собственно, все. Как и всегда, вопросы, которые у вас есть, если есть необходимость, в комментариях. Канал на YouTube – форум «Аммаркетс». Пишите прямо туда. Да, я, соответственно, стараюсь просматривать их все и даю ответы, даю, соответственно, тоже комментарии, если есть в этом необходимости. Спасибо всем, кто проявляет активность в данном ключе, отдельной вам благодарности. Не забывайте также, что помимо комментов у вас есть возможность ставить еще и лайки, большие пальцы ведущему, в данном случае это мне. За это тоже огромное вам спасибо тем, кто это делает. Ну и, конечно же, друзья, несмотря даже на такой красочный фундамент, который у нас впереди, на желание поторговать, может быть, даже желание поступиться привычными правилами риск-менеджмента, ни в коем случае не делайте этого. Обязательно первое, второе, третье, четвертое, пятое, так можно до десятого правила, которым должен руководствоваться любой трейдер, который хочет стать профессиональным трейдером, а не закончить, собственно, свою торговую карьеру в рамках одного депозита. Это контроль рисков. И я надеюсь, что про эти правила вы не забываете. Я вообще не рекомендовал бы торговать с плечом выше, чем 1 к 10. Вот у меня своя тактика – это не превышать еще 1 к 7, поскольку 7 для меня имеет большое значение, какой-то сакральный смысл. Уверен, что для многих из вас тоже есть такие примочки и нюансы, на которые вы обращаете внимание. Друзья, спасибо за внимание. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через Перископ. До свидания, хорошей сессии и удачи торгов.